будьте здоровы люди вольные и сегодняшнее видео будет посвящено туристическому набору посуды на трех человек значит набор выглядит собранном виде вот так комплектуются вот таким вот чехлом из синтетики мешочек с веревочкой куда достаточно свободно помещается ну первым делом нужно взвесить его так берем весы и смотрим 975 грамм то есть меньше килограммов весит набор мешочки значит что очень удобно и сразу бросается в глаза это то что весь набор убираются друг в дружку первое что у него имеется это вот такая вот сковородка которые ставятся на самый низ далее идет большая кастрюлька с крышкой выглядит она вот так ну и соответственно кастрюлька поменьше тоже с крышкой вот эти вот все тряпки это уже мое приложение я это все сделал для того чтобы она не дребезжила потому что когда посуда без них потому что встает достаточно свободно друг друга а вот такие вот тряпки они во-первых позволяют добиться того чтобы она не дребезжала а во вторых их очень удобно использовать допустим как салфетку или еще для каких-то целей там допустим приготовки чтобы можно было как прихватку использовать или еще чего значит внутри маленькой кастрюльки находятся вот такие вот чашечки небольшие пластиковые чашечки их три штучки вот так вот они выглядят ну соответственно это уже опять же мое приложение губка салфетка и порция риса значит посуды это мной уже испытанная на вот уже немножко грязная я ее с собой взял в пятидневный поход по костромской области в общем уже ее и успел немножко испытать значит но подробное видео по испытаниям будет позже а пока сделаем небольшой обзор значит сама все посуды из нержавейки и сковородка и обе кастрюльки имеют вот такие вот ручки которые могут вот так вот складываться либо превращаться вот в такую вот ручку значит они пластмассовые вот здесь соответственно очень удобно берется не болтается не шатается в общем достаточно надежно во всяком случае полная когда она полностью с водой в общем-то ручка на надежно каждая часть посуды и сковородки и сковородка и обе кастрюльки имеют на дне вот такое вот покрытие в общем для для того чтобы теплодача была лучше значит большая кастрюлька как заявлено почти что 2 литра объем имеет и соответственно чуть более полутора литров кастрюлька который поменьше но написать то можно все что угодно нужно все проверить поэтому сейчас идем к воде и смотрим какой они имеют объем на самом деле важно понять какой посуда имеет именно рабочий объем то есть не тот объем который вот под завязку а тот объем как который действительно может быть использован для приготовления пищи ну как мы будем проверять объем вот у меня есть такая кружка она уже у меня давно и я отлично знаю что ее объем под самую завязку пол-литра под самую завязочку пол-литра значит давайте посмотрим сколько вмещает объем малая кастрюлька 12 то есть две кружки и в принципе вода уже почти до самого верха то есть конечно туда поместится еще одна кружка то есть и вот таким вот образом кастрюлька целиком имеет полтора литра объем но этого под самую завязку естественно вот так вот готовить нельзя поэтому ее рабочий объем это один литр соответственно если посуда на троих то получается на одного человека в этой кастрюльке по 330 миллилитров это значит маленькой кастрюле да кстати насчет надежности ручек то есть вот если ее наполнить водой то есть ручки вот без проблем держит болтаются не шатаются все нормально теперь то же самое проделаем и с большой кастрюли 1 2 3 вот это объем рабочий объем большой кастрюли полтора литра потому что дальше уже будет вода выплескиваются особенно когда кипит то есть можно туда поместить еще один стакан вот по завязку еще чуть-чуть остается то есть действительно где-то 1 и 9 ее общий объем но рабочий объем это полтора литра вот такие три кружки теперь значит сковородку но на самом деле объем сковородки то не так важен в ней воду то кипятить не всегда нужно но просто так уж начали если эксперимент то посмотрим вот пол литра туда больше то вливать и смысла нет пол литра это объем сковородки теперь насчет объема чашечек давайте посмотрим сколько таких маленьких чашек поместится вот в этой пол литровый 1 2 ну в общем то 22 с небольшим то есть получается объем вот этой вот маленькой чашечки где-то около 200 миллилитров примерно около 200 миллилитров вода в ноябре дюжа холодная поэтому дальнейший обзор будем вести в перчатках ну собственно только что мы поняли что объем малой кастрюльки 1 литр рабочий объем объем большой кастрюльки полтора литра но посуда позиционируется как набор для трех человек поэтому и чашечки здесь три штучки в общем то много это или мало в большой кастрюльки допустим будем варить суп наливаем туда определенный объем воды и в итоге получается по пол литра супа на человека то есть по одной кружке конечно с этого много не наешься это факт но в принципе в походе для того чтобы там просто не не оголодать и не обессилить в общем то этого наверное вполне будет достаточно для одного человека такого такой набор посуды однозначно будет за глаза собственно это уже я на себе понял мне все-таки кажется что он больше подходит для двух человек то есть для двух человек этого объема я считаю будет нормально собственно в любом случае все это предстоит еще испытать в самое ближайшее время мы с товарищем идем в небольшой поход и будет то будем там из пыль испытывать этот набор значит будем смотреть как он греет воду за сколько по времени в общем то хватит ли нам рабочего объема этого набора для того чтобы готовить себе пищу нормально вот это все впереди сейчас значит хотелось бы обратить внимание на те особенности которые выявляются сразу сразу же при первом же осмотре это значит первая особенность это то что очень удобно набор убирается друг в дружку для того чтобы крышки закрывались и не торчали у них ручки у крышек сделаны как бы внутрь вставлены немножко в углубление и вот эти вот крышечки пластиковые ну собственно хватать их пальцами в общем то достаточно удобно единственное только что если чего у человека пальцы большие такие толстые то вот так вот схватить аккуратно вот эту ручку не дотронувшись до крышки будет но мне кажется проблематично вот очень проблематично будет поэтому можно будет в принципе такому человеку с большими пальцами обжечься а крышку касаясь ее вот но в общем то это опять же нужно проверять возможно это и не так но соответственно у людей у которых пальцы в принципе тонкие или средние то в общем то можно достаточно успешно эту крышку подцепить и не обжечься то же самое и в маленькой кастрюльке точности такая же крышка значит крышка прикручена с помощью винта с внутренней стороны то есть поэтому теоретически она может расшататься но в общем то ее можно подтянуть винтиком и все будет нормально значит рукоятки точнее говоря ручки они покрыты пластиком насколько этот пластик жароустойчив это еще предстоит выяснить в видео про испытания будем обязательно смотреть насколько он жароустойчив этот пластик но в общем то в любом случае эта посуда предназначена прежде всего для газовых каких-то горелок а не для костра значит для того чтобы теплоотдача была лучше на дне каждого предмета есть вот такое покрытие сковородочка в общем то небольшая какую-то пережарку для макарон там для риса для супа и еще для чего то в общем то на ней я думаю можно сделать пожарить небольшую порцию грибов допустим несколько кусочков рыбы в общем то все это в принципе сюда поместится все это тоже надо будет смотреть значит здесь тоже есть такое покрытие она вот немножко уже начинает слезать потому что я ее испытывал в общем то она тернулась в газу горел и вот потихонечку царапается то есть уже появляется значит вот этот белый цвет основной основного материала значит теперь немножко про чехол так как посуда если вот такими тряпками и и не проставлять будет звенеть внутри все убирается значит теперь про чехол в чехол посуда также помещается достаточно свободно как друг дружку в общем то с одной стороны это и плюс с другой стороны вот лично для меня это минус когда такой свободный чехол да что ты будешь делать сейчас я победил вот значит с одной стороны это плюс когда чехол достаточно объемный но с другой стороны опять же ты минус то что в нем он достаточно свободно ходит его я бы допустим сделал его поуже чтобы посуду туда плотного помещалась но в принципе с этим можно бороться веревка позволяет то есть можно ее так так тянуть и замотать вот так вот посильнее вот и тогда уже набор в этом мешочке сидит достаточно плотно вот этого все что касается внешнего вида но я не буду ее я не буду рассказывать о том как она греет воду все это в следующем видео с испытаний сейчас просто покажу как она держится на газовой горелке ну вот у меня есть вот такой баллон с газом и вот такая вот горелка небольшая газовая горелка совсем миниатюрная наворачивается на баллон с газом соответственно берем большую кастрюлю лепестки я все разложил и вот так вот она выглядит когда встает на газовую горелку в общем то немножко скользит конечно но если баллон установлен на ровной поверхности достаточно горизонтально то поехать она не должна хотя в принципе немножко скользит вот маленькая кастрюлька она немножко загружена всякий всякими вещами поставим ее вот когда посуда все-таки чем-то нагружена она конечно встает как-то более надежно но немножко тоже скользит хотя здесь на горелке есть такие небольшие зубчики в общем в принципе достаточно надежно вот так вот стоит кастрюлька кастрюлька по моему такому ощущению стоит надежней всех надежней кастрюль возможно это из-за того что диаметр ее больше поэтому она устойчивая а может и нет ну собственно вот такой набор посуды пишите комментариях понравился или не понравился вызвал ли он какие-то симпатии а собственно все вопросы по тому как этот набор себя ведет во время готовки как на нем готовить удобно или нет как он пачкается как он моется насколько он надежный можно ли на его использовать при приготовлении пищи на костре и много-много всего остального все это будет в последующих видео про испытания этого набора они будут чуть позже может декабре не пропустите их а 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 Продолжение следует...